Поговорить о жизни – это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, проблемах и победах нашего бытия. Зритель мой, здравствуй! Мы продолжаем наш честный и искренний разговор за жизнь с Петром Александровичем Шабалдиным. А сколько вам лет? 70. 70 лет. А на вид не скажешь. 71 в конце октября. Самая большая радость, сладость детства. Вот что было в детстве за счастье, за лакомство. Помните? Из питания имеется в виду? Ну, из еды, конечно, что у ребенка. Ну, получка и аванс был у родителей. Вот с получки и аванса покупали пряники и конфетки. Такие, вот, подушечки. Подушечки. Дунькина радость называлась. Вот так. Вот два раза в месяц в еле. Два раза в месяц в еле. А больше не было никогда. Пряники с молоком, да. Я за 46 лет ни разу не опозвал. Ни разу? Прихожу за 15-20 минут, готовлю зал, переодеваюсь, жду студентов. Все. За 46 лет ни разу? Ни разу не опозвал. Ну, вы живой человек. Живой человек. Вы можете проспать, вы можете не знать, что задержаться там. Нет, вот я сегодня пришел, видите, насколько раньше. Да. Это во всем так. Всегда. Я прихожу раньше, у меня уже часы стоят, наверное, на 10 минут вперед. Я на родильник подошел, я 90 килограмм не смогу взять на грудь. Боль такая, трясет всего. И не чувствую ногу-то. Пошел на 155. Поднял на грудь, в глазах так, мелькает все, толкнул. Все, сюда приехал. Толкнул? Толкнул. Пришел, приехал туда, в больницу, они мне на операцию. Диск выдвинулся, то есть зажало нервы. Ты как ехал? Я говорю, да я штангу поднимал, за голову схватились. Скажите честно, вот ваша жена соревновала к штанге, к спорту, потому что, ну это же спорт, много времени на тренировках, на соревнованиях, еще где-то. А женщина всегда хочет, чтобы ты был дома. Конечно. Был один случай такой, когда, ну терпели теперь, жили в общежитии, сельхозтехнику в свое время. Выезд 5-6 раз в западные районы, то есть время, ребенок родился, надо было заниматься. Понятно. Ну, не говорил так конкретно, но я чувствую, что... Ей это не нравится. Не нравится. Ну, не нравится тогда бутылка водки, пачка сигарет на стол. Я брошу спорт. Все, иди, иди. Водку нам сигареты вы на столе не надо, да? Кстати, о сигаретах. Курили? Один раз в кустах дома. Ну, это не считается. А так по-серьезному не надо. Ни разу не. Рюмку выпить можете? Да, по праздникам. Грех не выпить. Вина, водочки? Водочки. Водочки. Как вы питались, как вы питаетесь? Естественно, я сколько вот живу, женой уже 47 лет, 21 августа будет. Что на стол поставили, село вышло все. Ну, есть какие-то любимые блюда? Я не знаю, мясо больше любите, рыбу там? Селедка под шубой. Селедка под шубой. Каждый день подаваете? Да, будет. И все уже знают, и родственники любят тоже слои, где селедка около мяса. Ваш сын, у вас один сын, да? Да. Он со спортом на ты? Он мастер спорта. Мастер спорта. Тяжелая атлетика. Тяжелая атлетика. Это все отец? Отец. А у вас никогда допинга никакого не было в жизни? А предлагали? Предлагали. Предлагали и конкуренты те, которые были, они, я знаю, уже пользовались. Ну, а почему нет? Ну, раз и легче уже. Раз и легче, а потом регресс тоже еще хуже будет. Потому что это действительно так. Если ты из нее что-то потребляешь, а потом опускаешься ниже, это как изъем его. Организм и гармония. Ну, коньяка, не надо терроризировать. С природой не шутить. Лучше тренироваться, естественно. К сыну вернусь. А своего ребенка труднее тренировать? Жальче? Он же свой, его жалеешь, он может там что-то где-то ему тяжело, и он говорит, пап, не хочу. Нет, не жальче. Не жальче? Нет. Вспользал, зашли все, в среднем роде ходим. Ну, он жаловался, хныкал, пытался? Ну, матери мне это не пытался, а бабушке, моей матери. Говорил о том, что она говорит, ты сам надрываешься всю жизнь теперь. Ругала? Ругала, пожалею. Меня ругала. А, кстати, о матери, мама гордилась вами? Ну, скорее всего. Вы думаете, никогда не помните, что говорила, что петь молодец? Ну, у нас нет было в семье такого, чтобы кто-то по голове там гладил. Может, они в душе-то были. Глаза теплели, наверное. Да, один раз они соревнования смотрели с отцом на Широком. В Рачихе соревнования перед Собосей было. Там рекорд как раз Коныгина снял, чемпиона мира наш. В толчке 167 тонн поднял. Мать-то на два дня не спала и две ночи сказала, что я больше ни разу... Матерям нельзя, для них это тяжело. И вам, наверное, морально было, может быть, не очень хорошо, что мать сидит смотрит. Ну, второй раз, конечно, я бы просто не разрешил ходить в зал. Вы всю жизнь преподаватель, вы всю жизнь тренер, вы всю жизнь учитель. Кличка есть, скажите честно? Неприятно говорить. Ну, все равно все смотрят сейчас. Динозавр. Динозавр. Давно? Да, уже прилично, потому что ни вправо, ни влево, и все, и надо вот так. Незгибаемый, шабалдит, несгибаемый идет. Когда первый раз услышали, как-то обидело, честно? Не, не обидело. Не обидело? Вы так с юмором как-то приняли? Да, с юмором, думаю, все. Ну, когда-то слышали, шепоток, тихо, динозавр идет. Было, да. Приходилось, да? Приходилось, да. Ну, не ругали. Перед занятием. Да, все, и даже передается там и в поколение поколение. Ваш обычный сегодняшний день, в 70 лет, вот как у вас день проходит? Средний день, если взять. Подъем в 5.30, зарядка 40 минут. В 5.30? В 5.30, это ежедневно. Каждый день? Каждый день. И суббота, и воскресенье? Еще это не обществует. В 5.30 подъем, зарядка 40 минут. Ну, а сейчас вот из-за коронавируса там немножко по-другому все это дело. Сейчас, возможно, на даче нахожу. Петр Александрович, ну, мы же все люди, ну, хочется полежать. Под одеялом тепло, уютно, жена рядом. Ну, чего я буду вытаскивать, вылазить и делать зарядку? В зимнее время, когда темно на улице, я в будильник встал. Я всегда за 5 минут до того, как он занесет, поднимаюсь. То есть, кто-то толкнет. Уже биологически. Биологически, все, это я поднялся, и все. Рефлексово. 5-6 часов хватает, чтобы... Ну, было, думаешь, а ладно, сегодня не буду, полежу. Нет. Не, было такие случаи, что вроде как-то с линьцой, но я заставлялся. Потому что раз пропустили, второй раз уже сложнее было. Ну, мы же с собой любимым договориться вообще легко. За одну секунду. А, в понедельник, ладно, сегодня пропущу. Я в свое время закаливанием занимался. Ходил на Зею, купался. Пока лед не станет. А потом там моряки были, майну делал, гараж у меня там рядом. Горел обогреватель. Поныряю и все это прочее. И вот 7 лет я нырел. Вот самое сложное было, когда едешь на машине, дождь со снегом идет, по стеклу снег ползет. Подъезжаю к Зею, там она черная такая. Ты должен раздеться, развеяться, дай воду. Зато оттуда, когда идешь, такое удовлетворение. Не чувствуешь, тело горит огнем. И вот за эти 7 лет мне разу даже простудных забреваний не было. А почему бросили? А бросил, у меня появилась аллергия холодовая. А если бы не появилась, продолжали бы. Да, я потом продолжал уже, на улицу обливался. Выйду в снег, на голову встану. После 19 часов около дома собирался на рот. Смотрели? Смотрели. Динозавра. Да, снег выпал, я в алисанях зашел, облился водой. Выхожу, как вунтах. Снег прилип перед Новым годом. А там Супников на втором этаже жил. Виктор Михайлович. Гостик не мыли. А я стою, снег сдираю, сынок. Босиком же стою, пар что-нибудь. Снежный человек. Ну, а не вычет такое, пойдем, я там расскажу тебе. Долгая история. Урочек. Удивительно. А вообще возраст чувствуете, вот скажите честно? 70 лет, не 30, и даже не 50? Чувствуется не возраст, а чувствуется восстановление после тренировки. Дольше? Да, дольше получается. Если раньше я после тренировки пока домой дошел, помылся, покушал, хоть возвращайся назад. А теперь после тренировки, хотя они на порядок, сейчас уже ниже по объему, 2-3 дня приходится отдыхать. Вот вчера поприседал 130 килограмм на 6 раз на веранде у себя. 70 лет, 130 килограмм и 6 раз присесть. Не, ну я в соревнованиях выиграл Кубок мира, я 185 стал. 9 мировых рекордов установил, там, американец, 12 лет рекордами. 9 мировых рекордов. Американец, там рекорд был 152,5 килограмма. А я не знал эти рекорды, первый раз пришел, в островах соревнования были. Выступил, присел 185, подходит руководитель Гристиенко. Дима говорит, Петр Александрович, вы же рекорды установили. Какие? 3 рекорда, вот 152, 10 лет стоит этот рекорд. Давайте, а что там в других упражнениях? Ну, почитали, и получается, и там все. Собрался. Это природа, опять же, возвращаясь, или это образ жизни, это труд, вот все эти рекорды? Что тут больше, по вашим ощущениям? Я думаю, что, я еще раз скажу, что благодарен родителям, что меня к труду, конечно, приучили. С детства физический труд был, был, и все, и постепенно, постепенно, вот я думаю. А за что вы благодарны спорту, вот вообще? Благодарны? Благодарны, что, ну, здоровье прежде всего. Что вокруг меня люди есть, те, которые заинтересованы в том, чтобы я помог им стать мастерами спорта, или просто здоровье получить. Вот за эти 45 лет, там, через мой спортзал, с этим, с этого года, там, прошли тысячи парней. И самая высокая оценка сейчас моего труда, когда приводят своего ребенка, мои выпускники, Петр, Александр, возьмите, чтобы он в зал из привязки был. Самое дорогое, доверяет мне, так что так. Вот это оценка труда. А какая самая необычная благодарность была? Не знаю, может, на улице встречали, там, обнимали, или бежали, там, дарили чего-то, коробку. Ну, не знаю, как вот люди проявляли свою благодарность? Такого-то особо не было. Понятно. Что, кроме спорта, вообще радует и греет? Ну, спорт, спорт, а еще что есть для души? Ну, семья, скорее всего. Семья. Семья. И работа. Работа, действительно, я с удовольствием веду спортивный зал. Родное заведение, которое своими руками построил. Сами строили свой зал? Сами, шесть спортивных залов. Ну, я за свою бытность семь спортивных залов построил. Как строил? Прям вот с мастерком строил? Да, с мастерком, да, помосты, шпалы, все строгали, все, но со студентами. Нечестное судейство встречалось в жизни? В моей? Да, спортивной. Было. Перед с Дальнего Востока по урожаю в Арсении. Просто меня засудили. Там какая судейская, может быть, ошибка? То есть в локтевых суставах не должно быть движения никакого. А у меня от природы включение, так называемое, в локтевых суставах немножко страдает. То есть, ну и все, я поднимаю штангу, меня дважды не считают. И все, я занял второе место. Как вы относитесь к культуризму? Отрицательно. Почему? Ну, потому что, во-первых, это все дутое. Что значит дутое? То, о чем мы говорили. Да, извиняюсь, что это прибыль. Конечно, конечно. Вот, я в свое время поездил по спортзалам здесь, которые фитнес-клубы. Сел на машину и проехал. И смотрел, как там уродуют людей. Включают музыку, деньги взяли, лег на диван. Все, кто, что гораст. Я студентам своим сейчас говорю, если вы идете в фитнес-клуб, на разных повторениях, на задержке дыхания, учитывая большая нагрузка на сердечную мышцу. То есть, для того, чтобы ее надо готовить к этому. Если 4 тренировки есть, 3 ты бегай, 1 иди в зал. И через 3-4 года ты можешь только такую нагрузку давать. Конечно, просто. А потом каждый хочет сразу стать Шварценеггером, а это же не бывает. Да, сразу красиво сфотографироваться в Инстаграм. Да, да. Все, чтобы девки видели. Надо вот это съесть, надо это съесть. Это же неправильно. Назовите самую главную психологическую проблему большинства спортсменов. Вот есть какая-то у спортсменов, у таких серьезных, это психологическая проблема, которая мешает? Я думаю, наверное, боязнь соревнований. Не соперников, именно соревнований. То есть, соревнования наваливаются так, что не может преодолеть вот эту боязнь. Я думаю, и так почему. Потому что я вот по себе знаю, что перед соревнованиями я ночью хотя бы столько лет поднимаю. Уже казалось бы. Казалось бы, да. Все же знаешь, все уже там. Знаешь четко, знаешь, что подниму, на что настраиваюсь, какие первые подходы. А все равно в душе и заглушить это как-то невозможно. Невозможно. Если бы не спорт, кем бы вы стали, как вы думаете? Кем бы вы были, если бы спорта не было в жизни? Я не знаю, я, наверное, повторил бы все это. Все бы заново? Все бы заново. Без спорта никак? Ничего бы не поменял. А ломать себя обязательно для успешной карьеры спортивной? Вот ломка себя должна быть? Конечно. От чего-то отказаться, там как-то вот подчинить чему-то себя? Без этого никак. Никак? Конечно. Заставлять себя приходится другой раз. Если есть в плане тренировок. Хотя сейчас спортсменам говорю не план для нас, не мы для плана существуем, а план для нас. Вот приходит на тренировку парень, посмотрел на него, смотрю, чего-то нету. Пока разговоры туда-сюда, не выспался, все что-то. Планчик подкорректировал. Нельзя, допустим, сегодня сделать так, чтобы завтра вообще невозможно было тренировок. То есть по шаблону не надо, все индивидуально. Конечно. Тренироваться нельзя через «не могу» совсем. Это же неправильно. Петр Александрович, скажите, честно, у вас есть человек в жизни, которому вы бы при встрече не подали руку? Нет такого. Но вас обижали? К вам были несправедливы? Были. Ну и что? Ну и что? Это не мужское, как женское, там, зависть. И все они... Вы знаете, кто он? Вы знаете, кто он в сути своей? Он говорит, «Ой, Петя, привет!» Здорово. Ну и здорово. Я не знаю, для эфира это или нет, я скажу случай один. Может быть, потом вы не будете. Ну скажите. Скажу. Приходят студенты на занятия. С человеком много лет мы проработали в ВУЗе. Больше 30 лет. Я его хорошо знаю. Он преподаватель, кандидат в науку, доцент. Приходят студенты и говорят один, вот я зачет не получил туда-сюда. Он говорит, ты 3000 отдай, получишь зачет. Меня как ошпарило. Я студента вывел в зал, размял, дал задание, аккуратненько. Пошел. Пошел этот человек. Пошел к нему. Пошел к нему. Поднялся на этажи. К стене его поставил. Говорю, хочешь, я тебе сейчас сделаю хорошо или позже. Привел его в спортзал. Построил группу. Дай человеку деньги. Понимаете, что вы? Он меня пришел, попросил, чтобы зачет я поставил. Доверительно. Ладно, пошел навстречу. Хотя у парня там и проблем-то больших не было. Можно отработать, пропущать, занять. Вот такой случай у меня был. Вот этому человеку я потом, я просто его не замечал. Вы рисковали. Вы рисковали. Чем? Ну а кто вы такой, чтобы так, он бы там мог, не знаю, разыграть целый спектакль. Так, а студент же говорил. Ну мало ли что говорил. И называл фамилии. Ну мало ли что говорил. Ну что, он не подтвердил уж, что ли. Потому что я его прихватил, он сразу побелел и все, и понял. Так что характер, батенька, характер. У вас есть друг в полном смысле этого слова? Есть. С молодости? С молодости. Нет, не с молодости, а с института. Но он тоже спортсмен? Спортсмен, да, но в моем воспитанник, который 44 года со мной. Вот прям настоящий друг? Ну как, все мы вместе общаемся. Можете поделиться с ним чем-то, проговорить какие-то вещи. Да, 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 которые огласки не поддашь. Есть. Вы строгий отец для своего сына были? Строгий? Да. Что категорически нельзя было в доме уж обалденных? Ну, во-первых, спать надо было в уроне ложиться. Программу «Время» посмотрел, отбой. Так, спорт еще говорили. Потом, когда он постарше уже стал, где-то гулять надо, все это прочее. Смотрю, начал гуляться, я планчик увеличиваю, нагрузку. Все равно в 9 часов голова уже не держится. Все, отбой. В 19 лет мастер спорта – это тоже чем-то говорится. Протестовал сын? Ну, когда уже… Возраст такой же, конечно. Возраст такой же невесы появились, конечно. Угу. Ну, так, не выражал особо, но… Зубами поскрипывал. Поскрипывал. Тихоря. Вот если взять всю вашу жизнь, все ваши достижения, победы за 100%, вот сколько в них труда, а сколько везения? Его величество случая. Везения не было. Не было? Везения не было. Везде приходилось напрягаться. Тут такой спор, что тут никак не повезет. Поднял все твое, не поднял, какой-то отвезет. Тут труд, не только труд. Труд, труд, конечно. А ваши слезы близко? Вы можете заплакать от каких-то вещей в жизни? Сентиментальность появилась. Появилась. С возрастом мягчеем. Да, с возрастом мягчеем, да. Мягчеем. От чего можете заплакать? Или такая соль в глазах предательская появится? Я даже фильм с по труду в глазах не бываю. Вот старинный ты фильм смотрю, бываешь. Ну так. Реже в глазах. Ну не более. Слезу не пускают. Не пускали. Вы чего-то боитесь в жизни? Вот как всякий нормальный человек. Мы все чего-то боимся. Высоты, смерти, нищеты, болезни. Вот чего-то ж люди боятся. Ну не знаю. Боялся, что штангу не смогу поднимать после травмы. А так. Боязни особо нет. Может быть к руководству какое-то возле отношения было в свое время. Прошло уже? Прошло, да. Ну тебя же не руководитель еще боятся. Вы о чем-нибудь жалеете? В жизни есть какие-то вещи, о которых жалеешь. Думаешь, эх, вот тут я неправильно сделал. Или наоборот не сделал. Или нет? Так сразу это и не скажешь. Значит не жалеете. Если бы жалел, наверное оно бы где-то... Постоянно было бы. На поверхности сердца лежало. Вы сколько первый раз поцеловались? На третьем курсе, наверное. На третьем курсе. В 20, нах. Поздно, Петр Александрович. Позоват. Сегодня раньше целуются. Сын в 20 женился. Ну вот, а вы только поцеловались. Неумело еще. Неумело еще. Широкого паренька. Кто его мог научить. И последний вопрос. Чего вам хочется от этой единственной жизни? Подольше пожить. И подольше быть в хорошей спортивной форме. И чтобы дети, внуки, все окружение посматривали. Ну и равнялись примерно. Хотя бы на это. Потому что я в соревнованиях выиграю, привожу медали в спортивный зал. Студентам показывают. Сколько вам лет? Первый курс спрашивает. Насываю цифру. Он и не может быть у него в отцу 50. Ну и начинается все. Тут приятно, когда личным примером можно показать, что как можно быть в 70 лет, и как можно в 50 быть каким. Вот этого хочется. Подольше. Чтобы как можно дольше удивлялись. Да, удивлялись. И чтобы смотрели и показали. Но по-человечески приятно, когда люди удивляются, узнав, сколько вам лет? Приятно, да. Особенно, когда женщина удивляется. Да, еще бывает на торжествах. Я раздеваюсь по поясу и напрягаю мышцы. И сейчас. На капелье вначале было. Потом. Приятно. Разденьтесь. Ну, приходится. Ну, к трезвому это не сделаешь. Немножко. Немножко. Для анестезии. Уже можно. Уже легче. Жена как относится? Хватит тебе уже, наверное, там, показывать мышцы свои? У каждого успокаиваешься? Нет, такого нет. Единственное, что соревнования сейчас уже говорят, не надо, надо заканчивать. Когда показали, как я напрягался, там, какое лицо вплотное, показали фотографии, там, ну, действительно, к вену ждут, ты все это тянешь, ты 200 килограмм, оно тяжело сейчас в таком-то возрасте. А кто в доме тренер? Кто в доме старший у вас? Кто в доме генерал, Петр Иосифович? Я думаю, я. Вы. Понятно. Генерал должен быть один. Спасибо вам. Спасибо за искренний разговор, за этот честный рассказ о вашей жизни. Спасибо большое. Сегодня за жизнь нашу мы говорили с удивительным человеком, мастером спорта, доцентом кафедры физического воспитания Дальневосточного аграрного университета Петром Александровичем Шабалдиным. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Поговорить о жизни – это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, Проблемах и победах нашего бытия. Субтитры создавал DimaTorzok